Три этапа личного первенства Сергея со своей четвероногой помощницей прошли на отлично. Сначала продемонстрировали судьям послушание и ловкость хита, затем приступили к поиску условно пропавших и потерявшихся в условиях леса и техногеном завалем. И был еще четвертый этап, он называется командный поиск. Когда вся команда в сборе собирается и ей дается какой-то участок, там неизвестно сколько пострадавших, сколько статистов. В условиях ограниченного времени нужно было не только найти всех людей, но и оказать первую помощь. А на финише судьям нужно было представить фото всех обнаруженных статистов. Хит справилась с такой трудной задачей, чем заслужила особую похвалу от жюри конкурса. Это молоденькая у нас собака, но уже начинает хорошо работать. То есть, как сказали судьи, собака выросла. Четвероногая спасательница всего три с половиной года. Благодаря своим природным данным и умелой дрессу, Рехит уже не в первый раз завоевывает призовые места на соревнованиях. На 12-х открытых региональных сертификационных соревнованиях поисково-спасательных расчетов МЧС России Приволжского федерального округа она продемонстрировала все, на что способна в условиях, приближенных к реальным. В этот раз она в личном первенстве первая стала везде. Лес, техногенка и общий зачет. Несмотря на то, что Сергей не в первый раз принимает участие в конкурсах, сложности все-таки были. Самое главное – нужно было сохранять хладнокровие и не показать собаке своего волнения. Собаку, наверное, все-таки нельзя обмануть. Выделяемый адреналин собака прочувствует на раз. Если от человека можно спрятать свое волнение, от собаки не спрячешь. Экзамен на профпригодность пройден. По итогам прохождения этапа в ХИТ получила допуск к поисково-спасательной работе. Первое место в соревнованиях – это не повод почивать на лаврах. Кинологические расчеты постоянно оттачивают свое мастерство и проводят еженедельные тренировки с волонтерами по поиску человека в лесу. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.